Добро пожаловать, дамы и господа! С вами снова мне Паша, и на этой неделе у нас недельная глава Боу. В этой недельной главе говорится о трех последних казнях из десяти. Девятой из этих казней была темнота. Это темнота, что люди даже не могли двигаться. И давайте перемотаем пару тысяч лет вперед. И на данном моменте мы в такой ситуации очень похожи. Мы тоже не можем двигаться. Наше государство, говорят, оставаться дома, не выходить, сохранять жизнь именно так. И мы видим, что из-за этого люди одинокие, людям тяжело, люди не могут видеть людей, которые они очень-очень уважают, любят. И мы видим, что это создает темноту по всему миру. Как мы можем сделать так, чтобы эта темнота стала светом, чтобы боль перешла в радость? Это, конечно, очень нелегко. Но это становится легче, когда у человека есть миссия. Миссии бывают разные. У кого-то может быть миссия – это заработать достаточно денег, пойти рано на пенсию. Другого человека – это может быть иметь много детей. Другого человека – это может быть купить самый классный дом, о котором мы не всегда мечтали. Но мы знаем, что это все очень прекрасно. Но у еврейского народа есть божественная миссия. И эта божественная миссия – это освятить этот мир святости, изучать Тору, выполнять митсы, делать добрые дела, помогать людям ежедневно. Если мы фокусируемся на этой миссии, то мы можем разогнать эту темноту. Так же может человек сказать, ну как я, я всего лишь один маленький человек. Что изменится, если я сделаю всего лишь одно доброе дело? Но это совсем неправильно, я так думаю. Потому что каждый раз еврей делает митсу, он добавляет свет в этот мир. И мир чувствует это. Вот очень хороший пример – это когда человек в темной комнате. Он может зажечь малюсенькую спичку, и этот свет освещает всю комнату. И комната чувствует этот свет. То же самое, когда еврей одевает ферин, или делает шабатные свечи, или изучает Тору. Это добавляет свет в мир. Давайте будем освещать этот мир все вместе. С вами была Мини Паша. Увидимся с Божьей помощью на следующей неделе. Шаббат шалом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова